плато анабарска это северо-восток таймыра одно из самых труднодоступных мест на планете земля дикие места и как понимаю людей вообще нет здесь нет ни дорог не связи не населенных пунктов только каньоны дикие животные и суровый климат саполярье я не видел и даже не предполагал что такая красота есть у нас на севере красноярском крае по 200 метров скалы такие стоят стеной причем стены километр 23 другой мир другой здесь мир тут ну красота за две недели экспедиция с четырех человек прошла более тысячи километров по коварным северным рекам путешествие начинается с хатанги в переводе с венкийского большая вода это один из самых северных поселков россии путешественники прилетели на самолете в ящиках и коробках доставили тримаран по экспедицию на крайний север фотохудожник михаил вершинин пригласил друзей за год до поездки решили строить свой тримаран заказали проект получился не то плод не то большая моторная лодка только на сборку ушли сутки одна из главных задач посмотреть как проявит себя конструкция на воде поездка состоялась в июне 2019 по ощущениям осень река хита лишь пару недель назад освободилась от льда с собой путники не берут ничего лишнего большая часть груза канистры с топливом брали с собой 600 литров хватило на тысячу километров в итоге груза с собой брали немного потому что нас было четыре человека ну наверно в общей сложности там около ну чуть больше тоннами вместе с бензином вместе с нами вместе с продуктами и со снаряжением скажем на катере там наверно можно было пройти но просто бензина не хватит потому что он достаточно много потребляет тримаран не так много потребляет держит волну безопасный потому что у него получается три гондолы и каждой гондоле по две камеры то есть шесть камер даже если а проколол одну камеру он живучий понравилось судно который мы сделали очень удобно для путешествий тут же спишь тут же можешь путешествовать скоро здесь не имеет большого значения тримара на котором мы путешествовали дает многое полом прокололи как бы не проблема можно и ремонтируется все как бы все разбирается собирается можно его разгрузить достаточно быстро то есть довести его до максимально легкого веса и переместить пролететь быстро можно и на самолете вот так все посмотреть за один день грубо говоря на вертолете и вернуться и ты ничего не увидишь то что увидели мы поселок кресты в 20 километрах от хата где летом до райцентра можно добраться только по воде здравствуйте мы из красноярска путешественников интересуют места где через реку переправляются олени там они вон как поселок заканчивается по ту сторону вот так идите поселки на крайнем севере похожи друг на друга все стоят на берегу река дает жизнь деревне новая путешественники познакомились с молодой семьей уже через полчаса местные рассказали все что знали об оленях дорогу путников снабдили продуктами они своих запасов зимних принесли нам мясо угостили уткой рыбы угостили как бы так еще одна остановка заброшенный поселок каяк от хатанги 90 100 километров на север раньше здесь добывали уголь снабжали им ближайшие деревни но 2009 шахту закрыли жителей переселили тук тук есть кто если живой еще недавно здесь жизнь кипела планы перевыполняли выполняли а теперь здесь тихо пронзительная тишина скоро зарастет деревьями все тундра поглотит и 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 это и и и и и и и и и В больших городах давно забыли про такие отношения между людьми, а здесь вот они остались. Это такой заповедник, вот такого настоящего заповедника. Мне люди понравились, с кем мы не общались, нам все дружелюбно, все помогали. Просто люди нас первый раз видели, у нас дрель разрядилась, понесли дрель, таксист нам помогал. Остановились к рыбакам, подъехали к охотникам, спросили, где миграцию оленей, подарили рыбу. Что-то надо денег? Да нет, не надо. Мясо дали. Вообще, прям дружелюбные, видно, что любят свой край. В июне дикие олени переправляются через северные реки, чтобы уйти дальше на север. Там они будут кормиться до осени. Предсказать, в каком месте и в какой день состоится переправа, невозможно. Эти кадры можно считать большой удачей для фотохудожника. КОНЕЦ Мы уже думали, не увидим хороший переход оленей. Прям хорошие стадо сейчас сняли. Понимаешь, как тяжело этим животным выжить? Сильные такие животные. Против течения такую огромную реку переплывали. Я вот уже сколько лет снимаю, пытаюсь снять миграцию дикого северного оленя. К сожалению, больших стад я не наблюдал ни разу. А в этом году вообще такая ситуация, что мы даже ни одного малыша не увидели. Слишком упала численность. Очень упала. Допустим, было год назад или два года назад, читали 450 тысяч голов. То в этом году там вообще критическая ситуация. И мы даже у местных спрашивали. Они говорят, нет, ну вот 15, 20, 5, 7. Один, два, такие вот переходы. За двухнедельное путешествие удалось снять медведицу с медвежатами. Оказывается, они очень ловко поднимаются почти по вертикальной стене. За путниками наблюдали волки. Теперь и они останутся в истории. Удалось запечатлеть красавицу рысь все хищники в естественной для себя среде обитания. Я никогда не видел рыси. Она нас подпустила близко. Во всех козах нам попозировала для фотографий, для видео. Очень красивое животное. Мы даже близко побоялись подплыть, потому что такое впечатление, что она готова была прыгнуть на нас. Если Михаил Вершинин терпел все тяготы поездки ради исключительных кадров, для его спутников своеобразной наградой стала рыбалка на Таймене. Участники признаются, такой клев даже на севере встречается нечасто. И это еще при том, что вода мутная, блесну почти не видно. Два человека у нас были рыбаки, и мы иногда питались рыбой. А вообще буквально один за одним. Просто можно черпать. Просто черпать. Таймене мы, конечно, всех отпускали. Не хочу сказать, сколько мы поймали Таймене, но всех отпустили. Крупных Таймене отпускайте. Таймене больше 10-15 килограмм. Это племенные Таймене. Они растут 500 грамм в год. 20 килограмм Таймене 40 лет. Пусть он живет. Нам очень нравится ловить рыбу Таймене. Но если мы хотим ее ловить, мы понимаем, что если ее будут все ловить и есть, то ее не останется. Это мы наблюдаем. Я уже с 2006 года рыбачу по Путоранам езжу, везде Таймене ловлю. В многих речках его не осталось. Ну, есть у местного населения такое мнение, что да, это ерунда, он умрет. Я ловил Тайменец в тех же, которых отпускал, отстоял отметки на плавнике через год, через два. Они попадались, да? Все, они сживут, все нормально. У меня 22 килограмма мой рекорд. Хотел побольше, но пока не удается. Вот к чему, говоришь, поймал и отпустил. Потому что я пытаюсь поймать большого Тайменя. Ну, на этом пути попадаются маленькие, их отпускаешь. Мальков очень много, то есть говорит о том, что питание для рыбы есть. Настоящим испытанием для всей экспедиции стал путь по реке Котуй. Вдоль берега величественные скалы, но прежде чем вся красота откроется путникам, надо пройти пороги. Я был здесь лет 10 назад, как бы вода была более низкая, и я такого течения не видел. То есть сейчас как бы течение просто, блин, волна на волне, особенно выше Котуйкана, то есть река совершенно другая. Если мы сейчас на заднем плане наблюдаем спокойную, как говорится, миролюбивую речку, то выше буквально там 40 километров она прямо ревет и кипит. Эти 90 километров это практически дву сплошные, скажем так, мини-пародины. Река мощная, конечно. Река мощная, то есть вода просто сейчас очень большая, поэтому мощь чувствуется реке. Река показала свой характер. В итоге вот один двигатель мы потеряли. Вот. Но еще один остался. Север не прощает легкомыслие. Пройдя пороги, пришлось сделать вынужденную остановку. Возле берега путешественники пытаются найти поломку. Продолжить путь смогли только на следующий день. Здесь тоже главное не паниковать, даже если ты что-то не знаешь, не подавать виду, что ты этого не знаешь. Это вызывает общую панику и атмосфера начинает портиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этих местах были сделаны уникальные кадры. Один из самых узнаваемых пейзажей – это своего рода визитная карточка Платоо-Набарское. Два русла разделяет скала. Это две разные реки – Катуйкан и Джобджон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 суровая погода и нет людей. Только вот мы. Космические пейзажи. Мы с Володей едем и думаем, вот-вот за поворотом какой-нибудь инопланетный корабль найдем. Какая-то геометрия. Что тут природа напридумывала? Линии, изгибы, башни. Ну, прям какое-то такое. Я такого, по крайней мере, такого не видел. Это моя давняя мечта, побывать в этих краях, в этих местах. Интересно. Природа вот эта самобытная, девственная, такая вот суровая. Блёс там ставили коробку. Через два дня приехали, там же взяли. Ну, то есть, прям вот. Ремаран испытания с северными реками прошел. Судно вполне подходит для дальних путешествий. Компания точно по графику вернулась в Хатангу. В будущем году планируют дойти уже до моря Лаптевых. Я, на самом деле, загорелся и все-таки теперь, наверное, поедем тоже с Михаилом. На следующий год. На следующий год поснимаем моржей, медведей, овцебыков. Походим по тундре. Очень я счастлив, что здесь побывал, что походил по этой земле. В последний момент, опять же неожиданно, на выручку пришли местные жители. Просто разговорились на берегу. В итоге красноярцам предложили бесплатный бокс для хранения тремарана, чтобы не везти его обратно в Красноярск. Приехали, поставили катер на зиму в закрытый бокс, подогнали погрузчик. Это все в Красноярске очень дорого. А здесь вот так бензин удали. Меня зацепило. И здесь я, видимо, еще хочу тоже попутешествовать, посмотреть. Самая большая удача в том, что мы вернулись в тяжелые дороги. И судно целое, и семя целое. Самое главное. Плато Аннабарское – это северо-восток Таймыра, одно из самых загадочных и неприступных мест на планете Земля. Чтобы увидеть его каньоны, победить пороги, поймать и отпустить 20-30-килограммового Тайменя пришлось преодолеть тысячу километров по воде. Здесь нет ни дорог, ни связи, ни населенных пунктов, но однажды, увидев эти места, запечатлев их даже на камеру мобильного телефона, путешественники мечтают вернуться сюда еще раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok